Санаторная лесная школа сменила прописку. Прежнее здание признано аварийным. Сейчас школа размещается в здании Ненецкой средней школы имени Перерки. Вместе с тем департамент образования рассматривает вопрос реорганизации санаторной школы-интерната путем присоединения к средней школе и создания структурного подразделения Центра здоровья для медицинско-социальной реабилитации детей. Грядущие изменения вызывают вопросы у работников санаторки. Обращение коллектива на заседание постоянной комиссии по социальной политике обсудили депутаты окружного парламента. Вопрос о реорганизации санаторной лесной школы был поднят еще в сентябре 2016 года. Тогда в здание, которое было построено еще в 1944 году, пришла проверка. В результате проведенного обследования центральным стройзаказчиком здание школы было признано аварийным и было принято решение разместить санаторную школу в здании Ненецкой средней школы имени Перерки. В конце августа у нас появляется уже в департаменте самооторследование. И когда учредители такой документ на руках, в условии должно быть выдвинуто решение определенного рода в том, что в таком состоянии, в таком здании дети находятся не могут. И департамент решил двигаться по прогрессивному пути и стал рассматривать вопрос реорганизации санаторной школы-интерната путем присоединения к средней школе и создания структурного подразделения Центра здоровья для медико-социальной реабилитации детей. И ориентирован он будет на сохранение и оздоровление всех детей Ненецкого округа. Организация эффекта, организация медицинского социально-педагогического сопровождения. Соответственно, в этом центре будут работать побочно. Закреплены будут и специалисты, которые будут являться и психологами, и логопедами. Классные руководители будут подключены. И работать по блокам в организационном блоке, педагогические. У каждого блока отделены свои задачи социально-оздоровительные. И будет поставлена работа с родителями. Как заверили представители департамента, подобное решение не повлечет за собой сокращение штатов. Воспитанники будут обеспечены всем необходимым для обучения и лечения. Но работники школы обеспокоены. Ведь санаторно-лесная школа имеет более чем 70-летнюю историю. И была создана для оказания специализированной помощи тубинфицированным детям и детям с ослабленным здоровьем. У нас особый режим. Особый режим дня. Особый режим питания. У нас соответствующие процедуры, которые необходимы детям. У нас наша школа находится на прекрасном берегу реки Печора. Эти условия приближены к сельской местности. То есть, когда они приезжают в населенных пунктах, они легче адаптируются к нашим условиям. По итогам обсуждения этого вопроса, Департаменту образования, культуры и спорта округа рекомендовано представить заключение комиссии по проведению оценки последствий принятого решения и реорганизации Ненецкой санаторной школы-интерната. А Департаменту здравоохранения рекомендовано в рамках межведомственного взаимодействия обеспечить контроль за реализацией проекта «Школьный центр здоровья» и оказать содействие в обеспечении центра медицинским персоналом. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, Телеканал Север.